В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте, в студии Наталья Буслаева. Вначале коротко об основных событиях. Приступили к работе. Прошло первое заседание новоизбранного совета депутатов Ленинского городского округа. Очень важно, чтобы с первых дней работы совета эти наказы были взяты в работу. Старейший житель муниципалитета, видновчанин Василий Иванович Иванов, празднует свое 95-летие. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В детской школе искусств состоялся мастер-класс по игре на ударных инструментах. В здании администрации муниципалитета состоялось первое заседание новоизбранного совета депутатов Ленинского городского округа. О том, какие решения на нем были приняты, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Перед открытием первого заседания народных избранников поздравил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он пожелал им не забывать об ответственности перед населением и работать над решением наказов избирателей. Очень важно, чтобы с первых дней работы совета эти наказы были взяты в работу и своевременно совместно с администрацией была продолжена работа по исполнению этих наказов. Председатель территориальной избирательной комиссии Вера Маркина вручила депутатам их удостоверение. Также выступил видновский городской прокурор. Я, безусловно, присоединяюсь к поздравлениям и хотел бы сказать, что действительно народ вас выбрал и возложил на вас серьезную ответственность, которую вы должны нести и оправдать. Заседание по традиции открыл старейший из народных избранников. Им стал Владимир Градов. Он предложил избрать председателя совета. Кто за то, чтобы избрать председателем совета депутатов Ленинского городского округа Радченко Станислава Николаевича? Кто за? Абсолютное большинство поддержало кандидатуру Станислава Радченко, который ранее возглавлял районный совет. Он поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и пообещал продолжить выборное направление развития муниципалитета. Спасибо, коллеги, за поддержку и доверие. Надеюсь, все оправдают и предлагаю приступить к дальнейшему рассмотрению повестки. В ближайшее время должен быть проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ленинского городского округа, которого впоследствии выберут народные избранники. Представленным проектом решения утверждается положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области и регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, требования к кандидатам на должность главы Ленинского городского округа, а также порядок формирования и организации деятельности комиссии по проведению конкурса. Решение было принято большинством голосов. Следующие вопросы касались ликвидации советов депутатов поселений бывшего Ленинского района. Большинство народных избранников также проголосовали за. Состав первого созыва совета депутатов Ленинского округа охватывает разные направления политических взглядов. И главной задачей остается найти точки соприкосновения и выстроить рабочий диалог. Я уверен, что у нас вновь избранный совет депутатов, он очень разносторонний, интересный. Это представители медицины, образования, средств массовой информации, бизнеса, общественных организаций, различных экспертных сообществ в сфере СЖГХ в частности. Я думаю, что вот как раз вот этот интересный совет, он позволит нам сформировать уже и реализовывать новые стратегические решения по развитию нашей территории городского округа. Солидарен с председателем совета и представитель другой политической силы депутат от ЛДПР Алексей Журавлев. Откинуть, наверное, надо свои какие-то амбиции, может, у кого-то какие-то обиды, еще что-то, и действовать конструктивно, подходя к каждому вопросу, опять же, в интересах жителей, в интересах всего Ленинского района, но теперь уже городского округа. А впереди пять лет работы. Насколько она будет плодотворна, покажет время. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Старейший житель Ленинского городского округа, видновчанин Василий Иванович Иванов, празднует свое 95-летие. В гости к юбиляру пришли глава городского поселения Видное Моисей Шумаилов, начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева и наша съемочная группа. О планах на будущее юбиляр рассказал Максиму Козлову. Василий Иванович Иванов не раз становился героем наших сюжетов. Ровно пять лет назад на телекомпании Видное ТВ даже сняли документальный фильм, где он, его семья и его жизнь стали главными героями. Жизнь почти прожита. 90 лет позади. Какая она была, моя жизнь. Режиссер фильма Татьяна Брылова все эти годы не теряла связи со своим героем. И сегодня, в его 95-летний юбилей, она одна из первых пришла поздравить именинника. Это вам маленький подарочек. Как ваше здоровье? Прекрасно. Пять лет назад, во время работы над фильмом, Татьяна уже задавала вопрос о том, на сколько лет себя чувствует Василий Иванович. Нынешний ответ сильно отличается. Лет 40. Опа, еще пять минут. В прошлый раз 45 было. 45 вот так, а сейчас 40. А, между прочим, моему возрасту нет никакой ограничений бесконечной. У Василия Ивановича богатая на события жизнь. В годы войны он трудился на заводе, выпускавшем детали для самолетов. После окончания Великой Отечественной приехал на Коксо-газовый завод, который еще только строился, как и город Видное. И даже попал в кинохронику тех лет. И вот, следуя за нашим журналистом, мы зашли к Ивановым. У них, как и у многих жителей Видного, отдельный домик. Василий Иванович, монтер по профессии, оказался любителем садоводом в Видном для этого прекрасные условия. Василий Иванович один из тех, кто строил Видное. Дом у него номер один, и это не только почтовый адрес. И сейчас, по прошествии многих лет, он с интересом наблюдает за тем, как растет Видное. В хорошую погоду. У меня внук на машине говорит, дед, садись, я тебе покажу город. И вот меня по всем новым улицам возят, рассказывают, где какое учреждение. В общем, меня держат в курсе дела. Следующие гости – глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Но поздравлять юбиляра они пришли не только от своего лица. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо вам большое. Имениннику также озвучили поздравления и вручили подарки от главы муниципалитета Валерия Венцеля и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Но надо признать, что самые приятные для Василия Ивановича поздравления – от близких людей. Я не знаю таких людей, кто может столько добра подарить. Пап, большое тебе спасибо за то добро, которое ты мне подарил. Я тебя вот обнимаю и очень люблю, очень люблю. И эта любовь родных и близких – лучшее лекарство от всех невзгод. По мнению самого Василия Ивановича, 95 лет не возраст. Свою жизненную концепцию он озвучивает небезызрядной долей иронии. Если я умру до 100 лет, то меня считайте дезертиром. Если после 100 лет, то я уже патриот. Вот так по себе я все мечтаю дальше, дальше. По мнению Василия Ивановича, оптимизм и любовь к людям – вот главный секрет долголетия. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Чувство ритма, по мнению педагогов детской школы искусств города «Видное», важно для каждого человека. Ведь без него нет полной гармонии с собой. Для того, чтобы развивать его учеников, в ДШИ регулярно проходят мастер-классы по специальности ударные инструменты. Последний провел преподаватель училища имени Шопена Андрей Зубов. Что ребятам дают такие встречи, расскажет Юлия Пагасьян. Никита Киселев – гордость детской школы искусств города «Видное». Музыкой здесь он занимается уже 7 лет. Совсем недавно вернулся из Сочи, где проходил курс обучения в школе для одаренных детей «Сириус». По мнению специалистов, у него явный талант игры на ударных инструментах и большое будущее в этой специальности. Хочу связать свою жизнь с музыкой. Собираюсь поступить в училище имени Гнесинах. А потом что? Будет это группа музыкальная или оркестр какой-то? Как вы думаете? Я сейчас думаю только об обучении, желательно заграничном. С ведущим мастер-класса Андреем Зубовым Никита знаком уже не первый год. Профессионально мальчик растет на глазах маэстро. На встрече юный музыкант исполнял произведение Клода Дюбеси «Лунный свет». Участникам этого мастер-класса повезло. Андрей Зубов – профессионал высокого класса. Он не только преподаватель Московского училища имени Шопена, а еще действующий солист, литоврист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», лауреат многих престижных конкурсов и преподаватель Фонда образовательного центра имени Юрия Башмета. Такой человек может дать дельные советы даже самым одаренным ученикам. Классическая игра, академическая, требует большего порядка звукового. Академическая музыка, которой лично я занимаюсь, она требует больше порядка, конечно, больше порядка, более утонченного подхода. И сегодня, что, собственно, меня очень хорошо поразило с хорошей стороны, это то, что стало больше такого тонкого подхода к изучению, к исполнению материала. Интерес к ударным инструментам растет. Все больше детей выбирают это направление музыкального искусства. В «Видновской дыше» класс по обучению на ударных переполнен. Преподаватели считают это хорошим знаком. Без чувства ритма человек не ощущает такой гармонии с собой, поэтому это очень важно. Мы очень счастливы, что у нас музыкант и ударник в будущем, что все музыканты, как минимум, умные люди. Мастер-класс продлился два дня. Следующие встречи с преподавателями образовательного центра имени Юрия Башмета в ДШИ состоятся 19 и 20 января. Их проведет педагог по классу фортепиано Елена Попкова. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. ВиднетВ. В этом году наша страна отмечает большое событие – 75-летие Великой Победы. В районной ветеранской организации в рамках проекта «Стихи живут» состоялось мероприятие, на котором ветераны войны и труда читали стихотворение Вадима Шефнера «Память о 41-м». О, рассвет после ночи бессонной, и трава в оловянной росе, и шлагбаум, как нож занесенный над шершавою шеей шоссе. Мы шагаем и головы клоним, и знобит нас, и тянет ко сну. В дачном поезде, в мирном вагоне лейтенант нас привез на войну. Нам исход этой битвы неведом. Неприятель все рвется вперед. Мой товарищ не встретит победу. Он за родину завтра умрет. Я старею, живу в настоящем. Я неспешно к закату иду. Отчего же мне снится все чаще, будто я в 41-м году. Будто снова я молод, как прежде. И друзья мои ходят в живых. И еще не венки, а надежды возлагает отчизда на них. Автор идеи поэтического марафона, методист районного историко-культурного центра Наталья Замарина рассказала, что в этом году основной темой проекта «Стихи живут» станут произведения, посвященные Великой Отечественной войне и победе. Стихи о Великой Отечественной войне царапают сердца людей, рожденных в веке 20-м. А вот чтобы личную причастность к Великой Отечественной ощутили ровесники века 21-го, наши царапины должны кровоточить, как кровоточит Великая Отечественная военная лирика. Стать участником проекта может любой трудовой коллектив Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова